По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежедневно в мире от сторонних причин погибает около 2000 детей. И в этом списке лидируют несчастные случаи. Между тем, большинство ситуаций, от которых дети получили травмы, можно было предотвратить. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору», дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Павел Рыжов, врач-травматолог-ортопед, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Самарской области, врач областной клинической больницы имени Ивановой. Добрый вечер. Итак, сегодня мы хотим поговорить на тему опасную, грустную, тяжелую, наверное, да, но поговорить для того, чтобы мы услышали и сделали определенные выводы, может быть, спасли чьи-то жизни. Я называла цифру 2000 детей, это мировая статистика. Да, и она, ну, конечно же, приблизительная. А есть цифры по Самарской области, если не гибели детей от травм, то хотя бы травмирование? Ну, слава богу, как бы по гибели цифры небольшие, будем надеяться, что они будут вообще, ну, минвизионные. Но могу вам сказать, мы с вами общались по поводу зимнего травматизма, вроде кажется, зимний травматизм более опасен, и лед, и гололед, все, но ничего подобного. На самом деле, разница между зимним и летним травматизмом примерно в два с половиной раза. То есть летом он в два с половиной раза выше, чем зимой. Серьезная цифра в два с половиной? В два с половиной раза, да. Связано это в большей степени не с тем, что дети себя хуже ведут, или более активные становятся, или еще что-то, а связано это в большей степени, что съездив куда-то в лагерь или куда-то в отпуск с родителями, они возвращаются, и в летние месяцы они зачастую остаются одни. То есть они остаются без персмотра и менее организованы как бы среде. И вот именно тогда и начинает происходить самый основной как бы травматизм, который происходит с детьми в летнее время. А причин для этого, соответственно, достаточно большие количества. Да, вот вы сейчас причиной назвали невнимание взрослых фактически, да? Ну это одна, да. Где-то беспечность, где-то необходимость оставить ребенка. Знаете меня, что немножко удивляет? Вот сейчас жизнь детей стала менее подвижной, потому что пресловутые гаджеты, ребенок может очень долго сидеть там по целым дням в телефоне, и вроде как бы шансов-то меньше травмироваться. Почему травматизм не уменьшается? А потому что получается такой момент, что вроде бы двигаются они чуть меньше, но при этом они становятся чуть менее тренированные. Как это называется, красивое слово, спортсмен выходного дня. И вот он когда наконец в определенный момент вышел, пинуть мячик ногой, и тут он как раз получает травму, которую он никогда в жизни не получил бы, если бы он это все делал более систематически. Хотя, ну на самом деле, что совсем-совсем дети неподвижные, я не могу такого сказать. Это, конечно, не совсем правильно. Очень много подвижных детей, очень много детей, занимающихся профессиональным спортом, поэтому есть, конечно, такая тенденция, но она не вот прям вот критичная. Началось лето, и я так понимаю, что у врачей-травматологов началась горячая пора. Ну, соответственно, исходя из статистики, да, как только заканчивается учебный год, как правило, это 25 мая, и все, дальше начинается уже четкая полоса повышения травматизма летнего, который связан с пребыванием детей в различных местах. Но вы уже почувствовали вот по этому году? Конечно, конечно. Павел Викторович, а все-таки какие больницы ощущают на себе вот эту, скажем так, статистику? Ведь не только же в больницу Ивановой обращаются дети, правильно? В больнице Ивановой как раз детского травматизма не очень много, там экстренных коек нет. Больницы, которые оказывают у нас экстренную медицинскую помощь в плане травмоопорно-двигательной системы, это детский травмпункт больницы Николая Ивановича Пирогова в виде амбулаторной помощи и амбулаторной помощи, стационарной помощи, это детский травмпункт и отделение детской травматологии больницы Середавина. Что касается Тольятти, это первая многопрофильная детская больница на Лесной, там есть и травмпункты, ну еще там есть амбулаторные травмпункты. А еще хотелось бы сразу узнать, что с районами, вот если в дальних районах происходят серьезные травмы, каков алгоритм дальше получения помощи? Алгоритм, то есть, в принципе, у травматологов-ортопедов отделения на специальности между детьми и взрослыми нет, то есть, как правило, если это в районе, то оказывает, первую помощь оказывает, или там первую медицинскую помощь оказывает взрослый травматолог, ортопед, и если эта травма нуждается в госпитализации, то, соответственно, он производится его перемещение в областной центр. А вот если перемещение требуется срочное, а ехать далеко к каким... В больнице скорой помощи, конечно. А санвяция бывает задействована, да? Да, конечно, конечно. Да, она есть, и она на это и работает обязательно. Ну, давайте теперь поговорим все-таки о том, какие опасности подстерегают детей летом. И в первую очередь, наверное, предполагаете даже, какой я сейчас задам вопрос, хотелось бы узнать ваше отношение к новейшим средствам передвижения, которые сегодня очень популярны. Это электросамокаты, это гироскутеры, это моноколесо, кажется, это называется, и так далее. Ну, вообще, причины детского травматизма в летний период делятся они на несколько групп. Первая группа, самая распространенная, это так называемая катотравма, то есть это падение с высоты. Дети любят бегать по гаражам, лазить на деревья, перелазить через заборы, но при этом летать они все равно не умеют. Вот, и, соответственно, с этим связана эта основная масштабная. Вторая по частоте травматизма, это дорожно-транспортный травматизм, потому что, как бы мы их ни уговаривали, зачастую, то есть это когда детей сбивают каким-то это или когда дети сами, ну, по большому счету, с тех самых гироскутеров падают и получают какой вид травм. Следующее у нас, соответственно, пребывание на воде, травматизм, соответственно, на воде. Он, может быть, не совсем к травматологии относится, но как бы к неотложной помощи относится в полной мере. Очень часто бывает в летнем периоде времени тот процесс, который нужно организовать, это, соответственно, солнечные удары, то есть и обезвоживание детей, они тоже очень быстро к этому процессу приходят, очень быстро теряют влагу, и для них эти симптомы наступают незаметно. Самовольное покидание детей в лесопарке, в лесополосы, в леса и так далее, брожане там, то есть там очень много как бы связано именно с укусами каких-либо насекомых очень часто, аллергические бывают реакции на определенные бедополицы, то есть о которых иногда дети даже не знали. Ну и в нашем регионе даже как бы по змеям тоже есть определенный эндемичный район, то есть гадюки, пожалуйста, у нас их очень много, и в жаркие годы они очень активные. И плюс еще Самара является у нас как бы центром особым видом дорожно-транспортного травматизма, это центром путей железнодорожного транспорта, это железнодорожный травматизм, он находится на особым месте, причем даже в большей степени не столько именно сама железная дорога, а метро и трамвай к ним тоже можно кнести. Правда? Ну конечно, то есть это зацепер, дети любят кататься на прицепных устройствах, там высовываться из окон, баловаться, кто-то делает селфи на мостах, падает на контактной сети, получает электротравмы, то есть вот такие случаи бывают. Ну я все равно хочу вернуться к самокатам. Насколько мне известно, сейчас появились правила, ограничивающие скорость самокатов, нельзя вдвоем, но тем не менее, в общем, все наблюдают, что правила не выполняются. Ну нет, на самом деле сейчас положительные сдвиги есть, то есть когда вот особенно пошли первое время арендные самокаты, которые стали доступны, плюс к этому свои собственные самокаты, тоже стали более доступны в использовании. Но, как правило, то есть правило у нас немножко за появлением самоката немножко опаздывает. То есть и здесь в первую очередь даже беда не детей, здесь беда родителей, то есть абсолютно спокойно, взрослые встают на самокат, ставят перед собой ребенка, и вдвоем еду, хотя всем уже... Показывая пример, что так можно. Так можно, да. Поэтому я очень часто видел самокат, на которых сидит двое, трое, четверо детей, то есть и, соответственно, как бы это очень основные. Поэтому соблюдать нужно определенные правила, то есть нельзя переезжать через дорогу на самокате, нужно его соблюдать. Даже по пешеходному переходу. Даже как раз по пешеходному переходу, надо слазить, и велосипеды это касается, любого транспорта, такого средства тоже касается. Ну, а опасно это или не опасно, то есть любое средство, которое имеет большую скорость, чем, например, просто самокат, он является более скоростным. Вследствие этого, травма, которая получена при падении с него, будет всегда более высокоэнергетичной. А высокоэнергетичная травма всегда несет более тяжелые последствия. Ну, а вот казалось бы, ну, упал самокат, ну, ободрал коленки, и что такого? То есть почему, и какие вообще, на вашем опыте, какие травмы серьезные бывали именно с сердцем? Можно по-разному упасть из самоката, можно, соответственно, упасть очень неудачно. Ну, на моем опыте, да, это даже не касалось ребенка, папа взял у ребенка самокат, доехать до ближайшего супермаркета, и кончилось это ушибом головного мозга, мозга и переломом основания черепа. Папы. Да, хотя ничего особенного он не делал, он просто упал с самоката с высоты всего лишь собственного роста. Ну, а вы считаете, это правильно все-таки вот эта ситуация, когда можно подойти к любому месту, а не по всему городу стоять, эти самокаты, и ребенку ничего не стоит провести манипуляции на телефоне, и все, вот он взял этот самокат и поехал. Ну, как раз для этого и вводится правило. То есть вводится правило, ограничивающие возраст, вводится правило, ограничивающие... Кто же проверяет возраст? Возраст, ну как, он до определенного момента же не может создать собственный аккаунт для формирования это и оплачивать свои карты, значит, ему это кто-то позволяет? Конечно. То есть он пользуется аккаунтом родителей? Конечно. Вот, 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 тогда у нас опять же самый вопрос... Вот опять и вопрос. ...стает кому? Не к ребенку, а к его законному представителю. Я хочу еще раз напомнить, что сегодня у нас в студии Павел Рыжов, главный внештатный травматолог, ортопед Минздрава Самарской области. Мы говорим о детском, летнем травматизме. И такую, ну, немножко неожиданную для меня фразу прочитала вчера, что эра пластиковых окон привела к увеличению падений из окна. Ну, то есть, а какая здесь связь? Это абсолютный факт. У детей есть очень такое предрасположение в том, что у нас, когда появились пластиковые окна, на них появились москитные сетки. Вот. И внешне москитные сетки для детей выглядят очень надежными. Очень надежными. То есть они выглядят хорошо, массивно, и очень часто дети на них опираются. Соответственно, она с креплением очень легко соскальзывает, и ребенок выпадает из окна. Вот. На моей практике был один ребенок выпал с 16-го этажа. Наверное, не стоит спрашивать об исходе. Нет, все нормально. Ребенок выжил, там, перелом бедра и селезенку далили, и черепно-мозговая травма. И здесь же вот очередной раз показывает то, что зачастую не связана высота и исход. Вот. По сути дела, он, ребенок был такой достаточно легкий, и он, по сути дела, спланировал на этой сетке. То есть, как вот на параплане. А с другой стороны, был тоже такой случай, когда ребенок, ребенок попросили родителей в частном доме сходить за полотенцем в ванную, он пошел и решил им помахать из окошка. И вот падение всего лишь со второго этажа как раз вот привело уже к необратимым последствиям. Ну, все-таки вот давайте по этому году уже давно жарко. Поэтому поблагополучнее ситуация хочется. Ну, не могу вам там сейчас пока такие статистические данные отметить, но на самом деле все, опять же, достаточно просто. Если дети маленькие, не надо ставить табуретки около подоконников, чтобы они на них могли залезть. Не надо оставлять дверь открытой. Ну, и по большому счету сейчас в продаже очень большое количество средств индивидуальной защиты, которые позволяют открывать окно на микропроветривание, но не позволяют ребенку открыть его полностью при всем желании. То есть они достаточно недороги, достаточно легко останавливаются. И поверьте мне, это будет гораздо дешевле, чем потом заниматься другими проблемами. Ну, если проблемы все-таки случились, приходится обращаться за медицинской помощью. Хорошо, если это не что-то из рук вон критическое. Скажите, какие методы диагностики сегодня позволяют не ошибиться в диагнозе и назначить правильное лечение? Ну, мы сейчас, наверное, говорим о переломах каких-то таких вот вывихах. С золотым стандартом со времен появления рентгена он так и остается в настоящий момент. То есть первое, это клинический осмотр, всегда нужно осмотреть. То есть это боль, отек, покраснение, туго подвижность в суставе, ограничение подвижности в суставе. Какая-то видимая деформация при переломах костей. Вот. И на основании этого доктор может заподозрить определенный вид повреждений. Рентгенограмма выполняется практически всегда. Это как золотой стандарт, чтобы исключить повреждения. Особенно у детей у них есть такой компонент, что можно просмотреть. Ну, а если мы видим какую-то картину, которая действительно очень сложная, то мы можем, конечно, углубить это другими более тяжелыми методами диагностическими, как КТ, МРТ, артероскопическая диагностика суставов. То есть это все, как мы доступны, все есть в регионе. А как все-таки происходит лечение травм? Это всегда хирургическое лечение? Нет, как раз наоборот. Детский возраст подразумевает более активное консервативное лечение в большей степени. Детские кости, они имеют такую структуру, что в отличие от взрослых не такое выраженное смещение. Это первое. Во-вторых, они очень пластичные в плане сращения. И там даже есть такое понятие у детей, как допустимое смещение. То есть детям необязательно очень идеально сопоставить кости. Они все равно срастутся, а с возрастом перестроятся так, что станут абсолютно нормальными. То есть не нужно бегать за каждым миллиметром репозиций, чтобы получить суперидеальный вариант. Дети в этом отношении очень много сами компенсируют с возрастом, с течением времени и так далее. Существует на самом деле много хирургических методов лечения. Появились в последние десятилетия очень хорошие специализированные импланты именно для детской травматологии ортопедии, которые не затрагивают ростковую зону и позволяют при очень маленькой операции, буквально через два маленьких прокола, синтезировать кость и активизировать ребенка гораздо раньше, чем это было бы в гипсовой повязке. То есть иногда либо значительно уменьшить срок ношения и мобилизации, либо вообще от нее отказаться. Но вы же сейчас про Самару рассказываете. У нас есть все эти методы? Наверное, не в каждом медицинском учреждении. У нас медицинские учреждения, которые оказывают специализированную помощь по детской травматологии ортопедии, на самом деле их не очень большое количество, поэтому сакцентироваться на них и наполнить их, то есть это еще раз говорю, это клиники мед. университета, больницы Ивановой, больницы Середавина и Тольяттинская мурокрофельная все. Это все учреждения, где оказывается эта помощь. Поэтому мы следим за тем, что стараться их оснащать по последнему слову техники и, соответственно, специализированными имплантами. Где-то удается это лучше сделать, где-то хуже, но определенный минимум есть везде. Хирургия много лет уже нацелена на проведение малоинвазивных операций, а относится ли, характерно ли это для травматологии? Конечно, да, абсолютно. И еще вы про фиксирующую повязку говорили, не могу не спросить, вот эта фраза легендарная «Упал, очнулся гипс» по поводу гипсовой повязки. Все-таки вот кроме плюсов, еще там и куча минусов, она неудобная, тяжелая, ничего не дышит. Есть ли альтернатива? Во-первых, есть специальный пластиковый гипс, который полимерный, дышащий, у него даже можно купаться, вот, как альтернатива, ну, или, соответственно, следующая альтернатива, действительно, как хирургическое вмешательство. Полимерные, пластиковые бинты, они в природе существуют, очень зачастую родители просят их наложить, вот, и, соответственно, в них, как бы, людям полегче. Дети, они особые пациенты, наверное, все равно, если сравнить с... После любой операции, ну, все знают, что требуется реабилитация, восстановление. В отношении детей это проходит проще, поскольку организм растущий и сил еще у него больше, или все-таки... В отношении к детям это проходит абсолютно легче, чем у взрослых, потому что у них... К счастью, да. ...другой абсолютно склад характера, они практически никто не врет, то есть если у него болит, он говорит, что у него болит, если не болит, он уже бежит, и его не догонишь. Взрослые могут тут поэмоционировать, там, кто-то женские свои капризы включает, кто-то мужские, кто-то вот не хочет на работу, с детьми этого нет, то есть им, в принципе, особо врать незачем, они... Если у них все хорошо, они даже с температурой бегают. Если у них что-то болит, да, они, конечно, тебе скажут, расскажут, и почему быстрее, чем взрослые. А посочувствовать все-таки нам стоит родителям мальчиков больше в этом смысле? Я так понимаю, что мальчики больше травмируются? Ох... Последнее время тенденция такая очень интересная. Девочки стали в плане устойчивости и, скажем так, стойкости нравятся больше, чем... Девочки больше, чем мальчики. Ой, это вы сейчас о чем? Вот. А я не знаю, почему, но... Мамочкин сынков в последний уровень, так называемый, стал очень много. И вот это появление, оно прям колоссально нарастает. А при этом девчонки достаточно легко обходятся без маминого ухода. Там одни остаются в отделении, и все. Маминкин сынки нет. Надо все, их ухаживать по голове, кладить обязательно, чтобы рядом адвокат был жалеющий. Иначе все плохо. Правда? Правда. В связи с этим больше приходится, наверное, работать с родителями, чем с детьми? Ну, любому врачу всегда приходится быть немножко психологом, никуда от этого не денешься. Вот. И в какой-то мере, иногда даже на место ставить, иногда истерики прекращать родительские. Больше всего. С детьми в этом отношении проще, да. Главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава Самарской области Павел Рыжов сегодня в нашей студии. Мы говорим о детском летнем травматизме. Прошлым летом в Самарской области в Чапаевске погиб ребенок, который получил травму на тренировке. Ударился, или позапрошлым, могу немного здесь путать, мальчик ударился, ну, вроде бы ничего страшного, отпустили домой, пришел и до вечера был дома, только вечером родители обратились за медицинской помощью, и спасти ребенка уже не удалось. Я сейчас хотела попросить бы вас рассказать о том, как вести себя при травмах ребенка, насколько это все опасно, насколько много внимания нужно этому уделять. Ну, ушибся ребенок. Когда нужно сразу бежать в больницу, а когда действительно это пройдет? Ну, я так понимаю, разговор идет как раз не столько о скелетной травме, сколько, скорее всего, о черепно-мозговой травме. Конечно. Она не совсем относится к травматологии этого дела нейрохирургов. И там как раз именно идет большая опасность вот этих случаев. То есть даже сотрясением головного мозга ребенка госпитализируют в отделении нейрохирургии. Что понубляет? Потому что если вдруг потихонечку будет накапливаться гематома внутри черепа и сдавит этот череп, вот может как раз произойти... Что очереднее произошло. Да, да, да. То есть после светлого промежутка наступить это. При переломах костей, там, в принципе, любых, там, трубчатых, там, нижних, верхних, конечно, в принципе, как бы, как правило, такого не происходит. Да, там есть выраженная боль, да, есть отек, да, еще. Но, как бы, вот, редко такими вещами это чревато. Все-таки, как бы, больше это, если действительно политравма, сопутствующие повреждения внутренних органов, там, органов грудной, клетки, брюшной или полости черепа. Вот. Ну, а как... Как вести себя родить? Ну, в принципе, когда человек получает травму любую, то зачастую все равно родители не могут оценить тяжесть и травму. Да. Поэтому всегда нужно попасть к специалисту, который либо успокоит их, либо оставит и отправит домой, даст рекомендации, либо остается в стационаре, чтобы получить, как бы, полноценное лечение, чтобы ничто не пропустить. А как бы вы прокомментировали бытовые способы лечения травм, которые используют родители, ну, растирание спиртом, прикладывание льда, что-то такое. Это... Еще раз повторю, возможно, это и правильно, то есть зачастую люди, родители интернет читают, но для того, чтобы начать это делать, нужно понять, что лечить. А для того, чтобы понять, что лечить, диагноз должен быть выставлен специалистам. Действительно это ушиб? Или это все-таки вывих? Если пропустил вывих, это уже более тяжелый. В моей практике было, что вот иногда, опять же, по отношению к детям, иногда вроде думаешь, ну, ребенка посмотрел, говорят, упал, вроде нога болит, покрутил, никакие симптомы повреждения костей положительных нет. Ну, давайте снимем на всякий случай. Делаем снимок, перелом голени. А ребенок на этой ноге ходит два года, то есть... Ой, два года, два дня. Вот. То есть, все равно дети в этом отношении необычные, и зачастую у них эта симптоматика стерта, не такая яркая, как у взрослых, и тут самолечение вещь хорошая, но зачастую заканчивается поздним диагностированием, соответственно, по каким-то осложнениям. Вообще, от перехода к обычной спокойной жизни до какой-то беды, трагедии, как правило, один миг происходит. Абсолютно. И мы сейчас с вами как раз говорим все это для того, чтобы лишний раз родители насторожились, и как-то стали более внимательными. Ну, правда, никто же не ожидает, что ребенок травмируется. Сейчас действительно отмечается такая какая-то, как это назвать, красивое слово, типа экзальтированность общества. Почему-то люди считают, что да, это вот может быть, но это никогда не произойдет со мной. Со мной. Но когда это происходит с ними, они почему-то очень сильно удивляются и начинают искать, как правило, в первую очередь не оказывать там помощь, не что-то делать правильно, а начинают искать виноватых. Вот. И, соответственно, выработать правила, то есть в первую очередь родитель должен выполнять сам те правила, которые он прививает ребенку, то есть сам переходить в положенных местах улицы, там, пристегиваться ремнем безопасности, делать какие-то вещи правильные, чтобы ребенок видел, что вот так происходит. Второе, соответственно, потихонечку, потихонечку с малого возраста вырабатывать у него правила поведения. Правила поведения дома по отношению к газовой плите, по отношению к окнам, правила поведения, по отношению к электрическим приборам, правила поведения на улице, где переходить, куда не бегать, чем объяснять, чем это опасно на каких-то примерах, потому что и последующие там, все остальные, то есть ходить с ним, общаться, если идут в лес, то тоже каждый поход в лес, это же все равно какая-то природная опасность, может произойти все, что угодно. И когда родители рядом, отец рядом, например, он опытный, он тоже в свое время ходил в пионерские походы и знает там, как правильно разжигать костер, как правильно рубить дрова и все остальное, то, соответственно, он передает это посредством прямого контакта своему ребенку, потому что, ну, я смотрю, у меня у многих друзей там дети не знают, как топор в руки взять, как нож правильно в руки взять, потому что это простой элемент, а он очень опасный в данном отношении. Как поднять тяжесть правильно? То есть ведро с водой, то есть они все это делают неправильно, с наклоном спины, и, соответственно, понятно, что они себе ее сорвут. Ну и в завершении, наверное, еще все-таки стоит проговорить такой момент. Сейчас, ну, уже началась сильная жара, и, судя по прогнозам, лето вот такое у нас в Самаре, наверное, и будет. И если пожилые люди боятся солнца, не выходят лишний раз, понимают, что оно небезопасно, то с детьми, казалось бы, ну, что такого? Вот, может быть, несколько советов в связи с, именно с солнечной активностью? Ну, я думаю, нам нужно взять опыт стран, которых солнце всегда большое. Недаром во всех южных странах есть такое понятие, как сиеста. Люди не глупые, и, по сути дела, веками это выработали. Вот. То есть, если вы уходите на улицу, надо избегать прямых солнечных лучей. банальный панам обязательно, конечно, защитит нас от также их попадания, перегрева головы. Ну, и, соответственно, старайтесь ребенка снабжать бутылочкой воды с собой, чтобы он... Холодной? Здесь не принципиально. Здесь самый, как раз, момент, чтобы это была просто мокрая вода, которая восполняла те потери, которые мы теряем с потовыделением, с потом. чтобы не было безвожения человека. Павел Викторович, я вам хочу пожелать поменьше работы этим летом. Благодарю вас за участие в эфире и надеюсь, что с нашими детьми и этим летом, следующим, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова